Музыка Вот два таких нам билета дали Причем они оба 323 Человек вот уже сломал Мальчик что-то пытается починить, но у него вины не сильно получается Музыка Мы уже перебрались на другую сторону Вон идут какие-то туристы А, вот это девушка, которая с нами была И вот тут рядом купаются люди Вы стоите ли только что? Нашу подругу В общем у него какое-то такое короткое, типа Джейн Или что-то такое, вот имя И вот они там вчетвером Нас агитировали все-таки поехать Туда, на эту сторону говорят, что Мы сняли за 150 рупий И отель свой всего, а мы сняли за 300 То есть если за три дня Разница большая будет 350 или 900 В принципе 500 рупий достаточно дорого Можно купить кучу фруктов Три дня тяжелые Ты видел, что она говорила? Что там нет электричества Это дано Есть, нет, нет Есть, нет Есть, нет Есть Типа рупий Рупий Что там Редонное Рупий 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 В принципе, в 6-7 утра каждый раз отключают свет, но отключают на 2-3 часа, может на час вообще. Говорят, сегодня подольше, может 3-4 часа. И типа скоро будет норм, ну и вообще, то есть потом включают, как я понял. В общем, даже не знаю. В общем, мы пока решили какую-то спросить еще тут комнату, какие тут вообще сдаются, потому что 300, мне кажется, это, и тем более нам не очень нравится Wi-Fi. В общем, вернулись в наш родной дом. Мы поузнавали цены, нам сказали, цены гораздо более печальные. Мы еще вчера кепла таки хорошо нашли. В среднем цены около 600 за 500, нам говорили там, типа, вот минимальная цена 500. В общем, поэтому и вернулись, снова зашли в наш Wi-Fi. И, в общем, наверное, решили пока не париться и остаться тут. Уже заплатили за сегодняшний день. Я, правда, не заплатил за 2 дня вперед, я говорю, ладно, мы еще подумаем. Нам не захотели до 800 скидывать. За 2 дня сказали, типа, вот вы 300, типа, как раз самая идеальная цена. Говорят, что, они, по крайней мере, говорят, что там уже начали разрушать, и они, кроме 5 всего мест, есть каких-то 5 официальных гостиниц там, ну, таких гостхаусов, которые там, видно, проплатили и так далее. А все остальные не заплатили, и они там не отвечают ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, короче, решило, что не стоит там столько разводить гостиниц левых, и они еще, видно, берут мало там. Вот мы встретили вот эту же девушку, она сказала, что за 150 вообще там снимает. Правда, у них там интернет не всегда работает, и, в смысле, не всегда свет работает. Они говорят, что там на 2-3 часа каждый день свет перебивают. И вот, собственно, 150 рублей, тут 300, но, опять же, там действительно, может, уже какая-то, в общем, проблема будет. И они говорят, что через буквально 2-3-4 дня тут навонят туристы, которые, собственно, оттуда переедут, и тут будет 500-600 стоит, так что это вообще типа ноль. Также я выпил пол-литра молока только что. Я вот сильно устал. Вот просто прошлись, я не знаю. Мы, во-первых, кучу жидкости выпили. Наверное, уже за сегодня литра. 4. И я еще пол-литра молока выпил, потому что вообще было без вариантов. Я, наверное, еще пол-литра выпил сейчас еще. И мы купили еще 2 литра воды. И там 2 литра воды. Мы только воды 2 литра выпили там по дороге. Сейчас еще пол-литра молока, в общем. Воды тут уходит просто безбожие. Но мы покупаем... Литровая вода стоит 20 рупイ, 2-литровая стоит 30. Мы покупаем 2-литровую, потому что вода у нас уходит. Просто двухлитровый, раз, два, три, четыре. Я думаю, за сегодня мы еще эту двухлитровую выпьем. Так что 5 литров воды у нас в коне, смотря на то, что мы едим много фруктов. Зато тут, в принципе, на этой части все хорошо. Как бы мы так, я же говорю, приценились тут. Тут 600, 500 нам скидывали где-то. Там 500, ну вот минимум, там. А хорошие номера 1300, 1200 вообще. Может мы еще сегодня поспрашиваем, я же говорю, я заплатил всего за один день. Но просто нереально ценами нас удивили. То есть Габрили говорит, вообще дурак, ты что? Надо заплатить вам за три дня. И хоть спать спокойно, что через день не понадобят эти туристы и не скажут. А мы будем 500 платить за этот номер. Так что, может я, в принципе, и погорочился, что за один день заплатил. Хотя, в принципе, у нас все равно никто не выгонит. 300 заплатят, ну я так, надеюсь, по крайней мере. У нас всего осталось тут два дня, которых нам нужно еще пробыть. За сегодня мы уже заплатили. Вот, ну и все, собственно, мы час-два передохнем. И будем идти куда-то, смотреть что-нибудь. Может быть, зарендуем сегодня велосипеды, может быть, завтра. Но купим всяких фруктов и будем что-то делать. Как-то развлекаться тут, смотреть, достопримечательностно. У нас еще три дня целых есть, два с половиной. Так что, еще увидимся с вами. В общем, мы взяли три таких манго по 15 рупий. Взяли три банана на 10 и два таких папайи по 20. И как раз получается примерно 100 рупий. Окей. 12 по 20, 20, 20, 20, 20. Вот мы на 30 рупий, короче, покупаем 25 бананов. 25 бананов в общем пиццерах, чудесно. Итак, что мы сегодня купили? Что мы купили в смысле сейчас? 25 бананов, Три манго. Такие достаточно большие. Наверное, три манго, я думаю, что больше килограмма. Поэтому рамок надо будет. Три банана. Еще три банана, только зеленые. Зеленые, это уже вкусные, это уже готовые. И две небольшие папайи, вот такие вот. И все это нам вышло во сколько, вы думаете, в 2 доллара? Эти две папайи 40 рупий. Эти 25 бананов в 30 рупий. Эти бананы 10 рупий. И манго 45, 50 примерно рупий. То есть все вышло примерно в 120, 125, 130 рупий. Это ровно на сегодняшний день 2 доллара. Даже чуть-чуть меньше, в принципе, чем 2 доллара. Где-то доллара 90, 95 центов. Я думаю, что за 2 доллара в другой стране мира это тяжело купить. Три манго. Сейчас мы, собственно, будем есть эти манго. Заодно вам покажем, как они выглядят. Один Габриэль, один мне. Очень выгодно тут покупать манго, собственно. Conseguил finalmente купить манго. Потому что манго estava супер-каро, но сейчас она становится более barato. Итак, еще один мастер-класс по резке манго. И мы отрезаем последний кусочек шкурки. И получается один этот слой. И не нужно пачкаться. И не нужно выкидывать много. Потом можно дать коровке. Одна шкурка. И теперь вот такой вот манго. Сейчас мы его попробуем. И скажем, какие тут в хампе манго. Важно, что она немного белая. Как esperar. Это дочная? Хорошая. Отличная манго. Хммм. Чуть-чуть зеленоватый. Чуть-чуть. Капельку, капельку. Не очень вкусный. Просто достанно. Мы хотели покормить эту корову, но я даже не вижу Что это хорошо Что это хорошо Что это хорошая идея Ну Не, она не ест в шкурке, это города корова На Это балованная корова Она типа, что эта банана не хватает Для меня Я не ела 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 Макакиня 30 кг Я ела Я ела Я ела Мы испытываем шкурки от манго На корабле И так доказано И так доказано Котик от манго Она Котик от манго Она не ест Не хочет Ну и правильно В общем Отдаем Все остальное Она там разберется А мы пойдем А мы пойдем Три кг Три кг Три кг Три кг Да, спасибо Мы спросили Там еще в одном месте Где мы нашли манго Там 80 рублей Килограмм Это дорого Мы купили Считайте три манго За 50 То есть получилось 50 рублей Килограмм Три манго это как раз Примерно килограмм Получается Хотя в принципе Если торговаться у нее По 60 То у нее конечно Большие манго Хорошие Получше чем те Которые мы купили Чуть В принципе Подумаем Вот такие вот тут Развалены Небольшие Так же достопримечательности Вот сверху Есть еще красивые колонны На них можно В принципе пойти Но Наверно лучше А гора? Вам А вообще мы сходим И так мы наверное сходим Вот сюда и сходим В общем Мы не будем ничего Придумывать гениального Первое Это стена Я уже вижу что она Выложена Из наверное Можно даже сказать Тысяч блоков Достаточно тяжелых Наверно Несколько сотен килограмм А то и в тонну Ну да В Хампе действительно Многие сотни храмов Различных монументов Огромных статуй Чуть ли не самых больших В мире Вырезанных из камня Чуть ли не самые старые Минументальные Заброшенные камни Но это все мы можем Осмотреть потом Давайте сейчас Не будем заморачиваться И попробуем Осмотреть Самые ближние К туристам И самые доступные Для всех людей Для всех туристов Достопримечательности Которые находятся Прямо в центре города Недалеко от автобусной Остановки Так как мы еще Недалеко от нее отошли Тем более как потом Оказалось Действительно Там находится Очень большая часть Самых таких Интересных сооружений Нам это уже Расскажут завтра На платной экскурсии Но об этом все Вы конечно же Узнаете подробнее В следующей серии Как мы туда попали Что мы еще Увидели сами Там действительно Можно вполне Походить Полазить По очень-очень Старым явно Монументам А некоторые из них Действительно Настолько монументальны Что даже не верится Что их могла Сделать рука Так сказать Первобытного человека По крайней мере человека Жившего Несколько тысяч Или даже тысячу лет назад Но об этом все Смотрите в следующей серии А сейчас подписывайтесь На наш канал Если вы до сих пор Это вы не сделали И пока-пока Не забывайте Ставьте лайки И увидимся с вами В следующей серии По ссылке в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры